Всем привет! Сегодня поделюсь знаменитым рецептом хрущевского теста. Это тесто абсолютно универсальное, из него получаются самые вкусные булочки и пирожки. Сдобное тесто на ночь в холодильнике. Готовится оно очень просто. Необходимо замесить тесто с вечера и оставить его на ночь в холодильнике. На утро можно готовить аппетитную, ароматную домашнюю выпечку. Кроме того, данное тесто хранится до 5 дней в холодильнике, а также его можно заморозить. Для приготовления теста в миску выливаем 200 мл теплого молока. Сюда же отправляем 3 яйца. У меня остались желтки, поэтому я использую 6 желтков по весу 150 г. Сюда же отправляем 100 г сахара, 7 г соли и 10 г сухих дрожжей. Также можно использовать живые дрожжи, но их понадобится 20 г. Смесь слегка перемешиваем, чтобы желтки разорвались, а дрожжи разошлись. Затем добавляем муку. Муки на данное количество продуктов потребуется 600-650 г. У меня ушло 650. Сразу всю муку лучше не добавлять, а добавлять ее постепенно, так как она бывает разная и муки может потребоваться разное количество. Кроме того, в тесто необходимо добавить экстракт ванили или просто сухой ванилин, а также 100 г растопленного сливочного масла. Можно заменить на растопленный маргарин. И далее продолжаем замешивать тесто. Я сегодня решила воспользоваться миксером. Такое тесто можно замесить в тестомесе с помощью миксера, а также просто руками. Готовое тесто должно собраться в единый комок, стать эластичным и нелипким. Готовое тесто помещаем в глубокую миску с плотно закрывающейся крышкой. Обратите внимание, миска должна быть такого размера, чтобы тесту было место, куда расти. Также такое тесто можно поместить в целлофановый пакет, завязать, оставив в нем пространство для подъема теста. Мое тесто провело в холодильнике сутки. Посмотрите, как оно увеличилось. Оно очень мелко пористое, пышное, очень вкусное и ароматное. Я разделяю тесто на две части. Одну часть я снова вскатаю в колобок и уберу в холодильник. Это тесто хранится до 5 дней просто в холодильнике. Также его можно заморозить и доставать по мере необходимости. А из второй половины я приготовлю рогалики с яблочным повидлом. Для этого из теста я скатала колбаску и разделяю ее на нужное количество частей. У меня получилось 8. Затем каждую частичку округляем в шарик. Растаиваться на данном этапе тесту я не даю, работаю прямо с холодным. Затем каждый шарик раскатываем в овал, кладем любую начинку. У меня сегодня это яблочное повидло. Хорошо защипляем край, чтобы начинка не вытекла во время выпечки. А затем делаем несколько надрезов и скручиваем в рогалик. Готовые изделия отправляем на противень, застеленный пекарской бумагой, оставляя расстояние, так как во время выпечки они будут сильно увеличиваться. Далее накрываем рогалики пищевой пленкой либо полотенцем и оставляем на расстойку на 1 час, так как тесто холодное и ему необходимо дать время, чтобы расстояться и согреться. После отправляем их в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут. Ориентируйтесь по мощности своей духовки. Рогалики перед выпечкой я ничем не смазывала, зато сразу после извлечения из духовки в горячем виде я смазываю их раступленным сливочным маслом, которое также можно заменить на маргарин. Благодаря этому они приобретут глянцевый вид, станут более мягкие и ароматные. Конечно же покажу, как рогалики выглядят внутри. Вот посмотрите, очень мягкое тесто, начинка. Настоящее сдобное тесто, очень вкусное, как раньше. Такую выпечку точно не купишь в магазине. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего дня и отличного настроения. До новых вкусных встреч!